Мы продолжаем следить за развитием событий сегодняшнего дня. Главная тема последних часов – это крушение самолета Ту-154 с президентом Лехом Качинским на борту. И мы только что в эти минуты получили последнюю картинку с места события. Вы можете видеть эти кадры в прямом эфире. Эти кадры в эти минуты сейчас показывают все мировые агентства во всех странах, которые следят за развитием событий, за получением новой информации о трагедии, которая произошла сегодня утром в 10.50 утра по Москве. Я еще раз вам напомню, что самолет Ту-154, который летел из Варшавы в Смоленск, потерпел крушение. На борту, уже это подтвердили официальные данные, находился президент Польши Лех Качинский и его супруга. Также на борту была официальная делегация. Летели они в Смоленск для посещения памятных мероприятий в Катыне. Сейчас уже известно, что на борту самолета были 132 человека. Они все погибли. Об этом сообщают правоохранительные органы Смоленской области. Есть предварительная информация о том, что лайнер потерпел аварию при заходе на посадку. Произошло это на аэродроме Северной. Я думаю, что в этот момент как раз мы и видим место, которое находится вблизи аэродрома Северной. Ту-154 не дотянул до посадочной полосы всего один километр. Он зацепился за верхушки деревьев и упал. А при ударе о землю машина развалилась на части. В Следственном комитете при прокуратуре говорят, что самолет садился в условиях сильного тумана. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Это спасатели, это милиция, это врачи. Туда же едет руководство Смоленской области. По распоряжению президента Дмитрия Медведева из Москвы вылетел глава МЧС Сергей Шойгу. А также глава Министерства транспорта Левитин. Расследованием всех обстоятельств крушения самолета Ту-154 займется специально созданная для этого правовая комиссия. Возглавит ее премьер Владимир Путин. И вот вы видите, что на месте трагедии действительно работают уже представители спецслужб. В данный момент тушится пожар. Самолет развалился при ударе о землю на две части. Еще раз повторю, что на борту самолета находился президент Польши Легко-Чинский. Также на борту самолета находилась супруга президента. Конечно, в эти минуты приходит огромное количество информации на все ленты информа-агентств. Я зачитаю вам последнюю информацию на агентстве ЭТАРТАС. Они сообщают, еще раз подтверждают, что на борту самолета находился президент Польши Легко-Чинский. О том, что на борту самолета находились 132 человека. Об этом агентство сообщил официальный представитель ССН-го управления СКП России Владимир Маркин. Я цитирую его слова дословно. В субботу на окраине Печорска Смоленской области при заходе на посадку в аэропорту Северный в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 президента Польши, на борту которого находились 132 человека, в том числе президент и его супруга. Проводятся первоначальные следственные действия. Сведения о погибших уточняются. Последние данные агентства РИА Новости. По указанию президента Российской Федерации на место авиакатастрофы под Смоленском вылетает глава Минтранса Игорь Левитин. Также вылетает глава МЧС Сергей Шойгу. Данные о том, что все пассажиры и члены экипажа погибли, подтвердил агентство РИА Новости высокопоставленный источник в силовых структурах Центрального федерального округа. Как говорится в сообщении МИД России, размещенном на сайте ведомства, на борту потерпевшего крушение самолета находилась польская делегация, направлявшаяся с частным визитом на поминальные мероприятия в Катыне. Президент Польши Лех Качинский намеревался в субботу вместе с представителями катынских семей, парламентариями и религиозными деятелями Польши посетить Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий. А я еще раз напомню, что в данный момент вы видите кадры, которые мы получаем в режиме реального времени с места трагедии самолета Ту-154. Эти кадры сейчас транслируют все мировые новостные телеканалы. На месте происшествия работают спецслужбы, МЧС, милиция, скорая помощь. Ну и вот что сообщает корреспондент радио Вести-ФМ из Варшавы Людмила Львова. Давайте послушаем. Известно, что около 11 часов по московскому времени на подлете к аэропорту Смоленска разбился президентский самолет Польской Республики. На борту находилось около 100 человек, по приблизительным данным. Но по данным, уже известным от Министерства по чрезвычайным ситуациям России, погибло 87 человек. Это первые лица государства. Президент Польши Лех Качинский с супругой, директор Института национальной памяти, вице-председатель парламента Польши, вице-министр иностранных дел. То есть этот список будет еще более длинным, но пока здесь нет точных имен всех находившихся на борту. Также известно, что пожар уже потушен и идут работы по спасению. Летит премьер, который находился в Гданьске. Он летит сейчас в Варшаву. То есть будет пресс-конференция в ближайших часах. Такой катастрофы, в принципе, в мире еще не было. Люди сидят перед экраном телевизора и плачут. В эту минуту на ленту агентства «Тартас» пришло сообщение о том, что в МИД России подтвердили информацию о крушении в Смоленской области самолета, на котором находилась польская делегация. Цитирую. МИД России подтверждает информацию о произошедшем утром 10 апреля в Смоленской области. При заходе на посадку в условиях густого тумана потерпел крушение самолет, на борту которого находилась польская делегация, направлявшаяся с частным визитом на опоминальные мероприятия в Катыне. В правоохранительных органах Смоленской области подтвердили, что все пассажиры, члены экипажа самолета президента Польши Леха Качинского, потерпевшего катастрофу в пригороде Смоленска, погибли. Президент России Дмитрий Медведев был немедленно проинформирован о катастрофе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. И по указанию главы государства на место происшествия вылетает глава МЧС Сергей Шойгу и глава Минтранса Игорь Левитин. Также президент распорядился создать правительственную комиссию во главе с Владимиром Путиным, которая будет заниматься расследованием всех обстоятельств катастрофы. И вот что нам сообщил губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев. При заходе на посадку самолет президента Польши не дотянул до посадочной полосы. По предварительной версии зацепился за макушки деревьев, упал и развалился на части. Выживших катастрофы нет. Уточняем, сколько было в составе делегации. По предварительной информации 85 членов делегации и экипаж. В то время, пока мы получаем кадры с места крушения самолета Ту-154, который транслируют сейчас все мировые новостные каналы, я расскажу вам о технических характеристиках самолета, который потерпел крушение. Итак, Ту-154 – трехдвигательный пассажирский самолет для перелета в средней протяженности. Разработан он в 1960-х годах в конструкторском бюро Туполева. Первый полет был выполнен 3 октября 1968 года. На воздушной трассе аэрофлота и почти одновременно на международной линии лайнер вышел в начале 70-х. С тех пор было выпущено около тысячи таких самолетов. В настоящее время ведется мелкосерийное производство на самарском заводе «Авиакор». В этом году планировалось завершить выпуск таких самолетов. По данным Главного координационного центра авиационно-космического поиска и спасения, пожара на потерпевшем сегодня крушении подсмоленском самолете не произошло. Авиалайнер Ту-154 обнаружен на удалении примерно 1 км от взлетно-посадочной полосы. Об этом корреспонденту Тарта сообщили в Главном координационном центре авиационно-космического поиска и спасения. Согласно информации из Межгосударственного авиационного комитета, на борту авиалайнера находились 130 человек.